потому что они привиты на горьком миндале у меня тоже сохли 3 штуки в том году я первым садом покупал пошли привой а не на диком миндале ну как какой персик на диком миндале в нашей жизни персики лучше корме собственные на абрикос прививать у нас наше зону сибири на абрикос прививать там всегда абрикоса мороза стойкий чувство матчной сады абрикоса мороза стойкий уже из воды 45 градусов мороза обалдеть все у него сад абрикосов по 40 видер с дерева снимать мы тоже хотим есть другой пункт макаров я вам говорю он прививает персики и абрикосы на сливу а ну да для этого надо время то есть вы у вас получилось из 10 хотя бы одна уже хорошо да вы дождались этот абрикос на сливе сразу на следующий год веточку отсюда и опять на сливу понимаете да и третий а еще хотел сказать про вегетативную гемортизацию наука это не признается еще раз назовите это слово вот вы поливаете на подвойный какой-то привод и у вас не всегда получится то что вы откуда брали это дерево не всегда может быть разношение даже может если вы на дикаря примере дикарь дальнейшем победит сильнее будет поэтому как бы сказать не все дикари поднимают прививку не все дикое яблони там которые вообще не погибают нигде такой пример не яблони дикушку тоже отец откуда-то принес она кислая была уже сначала коля юночкин одну прививку сделать сладкого вот потом я уже когда более-менее научился сделать еще еще одну прививку на третий год еще одну прививку это дикое яблони с каждым годом становилось слаще слаще в том году вообще яблок не было так она за сыпус сходил как это называется вегетативная гибритизация не поевшим не скажешь еще половая гибритизация это когда пыльца такая которая появляется на этот цветок мама папа принесли пчелка вот это даже дает влияние деревья когда цветут вот как уже здесь вот мелкие абрикосики а здесь от этого дерева стучок ничего не привитый вот здесь крупные вот это пыльца как он говорит я скажу деревья занимаются сексом воздушным вот такие вещи бывают это самоопыление ну вот повлияли вот это какая-то пыльца принесли от крупного она повлияла не только вот на косточку которая родится а повлияла и вообще на весь этот сучок то есть темный лет я вам честно но как в жизни если мои слова перевести на людей все взаимные все природы даже есть случаи когда фанатики превращались бизнесменов то есть в начале когда они только начинали этим заниматься они отвечали за свои сажены но это как для меня это как ребенок ребенок мойка если бы посеял семечку привил на эту семечку вырос это яблоко вот где дети бы заделось ребенок бы если вырастил такое дерево он бы от него не отходил бы все лето любовался а если еще плоды получил бы с этого он вообще счастлив был бы а у нас в интернете будет сидеть бух-пух-пух-пух я ходил в клуб гулял с девчонками все нормально так бусина ночевал так что ну не прививал же они занимался и кто знает у нас смоленской улице куда и детей защищаю свои заботы мы умалчиваем знаете сколько у нас детей работал на все на курсе допустим весь день я вы не равняешь то время коля ну выходили сына учились на то что я буду саженцы саженцы в молдавии таджикистана сервер здесь нет другая климатическая зона я говорю то же самое что негра в якутии поселить и на оленях вот там он там сдохнет же долго не проживет короче колечка давай разводи сам не но они могут эффекта того они на юге дают они могут прижиться как-то туда-сюда но эффекта того что они дают там в молдаве они здесь не дадут урожая так куда они они будут немножко на ранее ближе к северу а вот африканцы да ну допустим божана возьмите с киргизистана знаете сколько с казахстана везут казахстане северный кавказ там хуже чем у нас у них там снега не бывает мороза до 45 южные районы они же там всю себе заполонить этими саженцы узбеки там тазыки все они везут туда и продают вагонами а местные которые там свои сливы груши там туда-сюда они не могут продать потому что труд вырастить там сажен и тут который не допустим я вопроса в этом что они не хочет вообще трудиться потому что не торгаши купил продал да это вы сейчас не сделаем я почему бы с питомников начал это у них такая заработанная идея пириду питомник должен себя оправдывать и добывать прибыль он будет целыми и прививка окулировкой все питомники прививают почкой в основном окулировкой берете почку черенка а вы не знаете какую почку взять это ветка или это скелетная ветка так что у вас может привиться вот мы в коле даже пробую я ему показываю взяли вот такой боковой веточки который вниз природ мы ее привили два не растет вы как ветка была так ветка и осталась что означает веточка уже заложена веточка если в дереве заложено что она веточка она так и останется веточкой на всю жизнь а со скелетами которые идут кверху берешь черенки вырастают на настоящее дерево ну короче это надо очень хорошо знать что делаешь ну просто надо хоть немножко представления иметь и я говорю ни ямки ни навоз яйцо около ствола ничего не кладите отступили сюда можете на один хорник и пожалуйста можете перегнуть кто хочет пускай а когда позносить начинают про грушу то же самое груша вот мне не нравится она вверх растет так природа заложена у него вот так они растут обрезай не обрезай все равно пойдет туда лучше пускай дерево растет один раз может обрезку при когда вы купили даже посадили и обретали оттуда пойдут скелетные веточки вот потом они начнут поддоносить и все а когда груша начинает поддоносить мне веточки так сгинают и уже после этих плодов они вот так вот не поднимаются и у вас получается более компактную дерево так что по обрезку мы сказали да ухода никакого не надо абсолютно не осенние обрезки рано весной еще до высыпания можно обрезать если у вас мешает пройти понимаете где-то на крышу лёг обрезки но ставки не по кольцу оставьте и все и как железу говорит вот у него вопрос был что какие работы делают осенью он идет по своему саду вот это вот знаете никаких не делать это самый будет лучше садом на я как посмотрю люди риску собирают это вы у детей питание крадете и он такой у деревьев питание все скверы начинают листу это питание чески весной станет в мае месяце ни одного листочка не увидите все червячки съели переработать так что и гнилые яблоки пускай лежат я слышала что нельзя под яблони гнилые яблони это вам академики которые ничего не понимают говорят закисляет почву ничего но если много николай ну яблоки они не закислят и сидят червячки а у червячковый кала это самый лучший переработанный материал все съедят ничего не останется так что это почему она сбрасывает она сама себя кормит она вылетом высасывает потом сбрасываете лесу это тоже никто не собирает ничего все растет нормально все сбалансировано экспериментально сделаем одну яблочко я вас не заставляю так сделать делать но это вам вам решать вы смотрите наблюдайте наблюдайте внимательно и все больше ничего не требуется и вот этот круг сделали посадили потом это заросло травой только косить косить не рыхлить не копать не копать не копать не трудитесь да вы нам подкармливали вот если хотели да сено вокруг этого положили или там листу но не по сам штамп а на расстоянии вот как кругу вот метр диаметр значит по метру в расстоянии от ствола да а под ствол ни в коем случае и ни в коем случае не делайте такие ямки где вода стоит а то же они учат как 70 на 70 туда перегной всякой фосфора для чего делать что вы покупали магазин побольше и химию опрыскивать три четыре пять шесть промышленных садах 15 опрыскивать а если не опрыскивать сожжут все ничего не сожжут для этого есть муравьи и не трожьте муравьевки это патрули если вы увидите внимательно бывает 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 эпидемия тля это показатель то что не здоровая маленькая маленькая дерево когда вот маленькое дерево когда ну только развивается сенец там первого год когда можно опрыскивать когда нету фруктов там в паристи можно опрыскивать но от ли не муравьев еще маленький это народный макаров сказал если много на дереве 3 пописать я вам серьезно муравьи уйду есть травы которые они не приносят тоже не надо их убивать как ганечкина берет бутылку уксуса двухлитровый и муравейник выливает в лесу зачем вот у меня есть клубника да смотришь во многих клубничинах прямо муравей клубника не погибать но я попробовал такие методы уходят они я понаблюдал у меня груши очень много было на ней три это муравьев у них муравейник рядом там внизу не точно сто процентов увидите муравейник ковырмите пальчиком там все-таки от муравьев нет они ее как вы коров вы коров это пасете нет они и пасут и потом поедают там сахара в клетке они ее берегут на всякий пожарный но они защищают от всех гусенив от всех караэдов так что муравьи они когда малых они просто берут один-два по стволу и патрулируют понимаете а когда уже вся в трех здесь делать ничего ну в крайнем случае если молоденькое дерево когда только развивается можно там опрыснуть чем-нибудь можно но это исключение это называется эпидемия как у нас нолиоз эпидемия во всей деревне если даже один опрыснет это ничего нельзя на дружно всем бывают другие болезни эпидемиологические ну как ковид как чума средние средние века был там тоже не все же умерли а кто-то выжил значит что у них сильная иммунная система была а мы сейчас уничтожаем иммунную систему своих детей чуть не каждые пять минут смойте руки не ну больно так ну как это так сама мне вчера говорила что в детстве когда-нибудь яблоко то мыло когда или смородинку а в себя в лицо пошел да а мы морковку так и брюку на колхозном поле в бочке сполоснул когда-то проиграли кусок дерна на ешь и ели ничего никто не умных и ну коль тогда земля была чище Мы же вот химией ее из-за этого появилось. Короче, ничего не убираем, писаем под дерево. Это я там сказал, народное средство, так что это понаблюдайте просто ради интереса. Попытка не пытка. Я вас не доставляю пойти на паром и начинать рубиться. Просто больше наблюдений. Прошли раз в неделю хотя бы посадку. Это смешно, а это на самом деле как коты ходят. Другой кот уже к этому месту особенно не подойдет, если он пометал свою территорию. Это рака будет страшная. А они может все, между прочим, муравейники по своей сложности. Там, в самом муравейнике, у них там цеха, нефига, и труднее. А у нас, у нас много трудней там. А у нас трудней по Москве. А что, сейчас сразу на Москву? Ну а чего же, на самом деле, в Москве все закрыто. В предприятии работать. Нет, Николай, сейчас потихонечку восстанавливаются. Ну может быть, восстанавливаются, но это вынуждено. Да. Дай Бог, дай Бог. Значит так, по обрезке мы сказали. А, про подъемку скажу. Если вы известью, настоящий гашоный, где я сейчас еще взять, настоящий гашоный, он белый, то его вы не пользуете, не вредаете. То есть ничего. Абсолютно все равно. Красивенько. Вот. А если вы покрасите какой-нибудь масляной или какой-нибудь побелкой, которая не стирается, вы вбиваете их как оружие. Она не дышит. Дышать зачем? Да. Так что побелка, она так таковая, и не пользуя, и не вред. Нет, я знаю, что раньше белили, знаешь, для чего я знаю? Чтобы видно было в темноте дерево. Еще про штамп. Это южное садоводство. Я сказал, отделяйте. Вот этот метровый штамп, где все это голое. Вон. Это южное садоводство. На севере надо использовать наш снежный покров. Там не бывает. В Крыму я служил, знаю. Там не бывает снежного покрова. Если вот выпадет, к обеду может растаять уже. Вон. Да, это вот у них все вот это вот. У них сухо. У них там сухо. У них там сухо. В Крыму, например, ракушечник. Там виноградники, миндалевые сады. Вон. Там сухо абсолютно. Там идешь, поэтому, как песок, ракушечник. Мы по этому саду проходили, потому что у нас убежал пусан с автоматом за наружками. И мы поднялись по тревоге. И цепь весь Крым перегородили. Это был 77-й год. Вот. Весь Крым перегородили и цепью шли. Так что я этих садов там понавидался. Всего. И самое страшное, это виноградники. Когда поперек шпалеры натянуты по руку, под них. Да. А если еще сапог дыряют, то это вообще финиш. Да. Еще чего. Значит, обрезка. Не обрезайте ничего. Будет мешать. А. Санитарная обрезка. Да. Сухие веточки. Спокойненько. Обрезали весной. Видели, где она высохла. Маслили. Видно, что листочки желтые. Туда-сюда. Обрезали. Все. Даже можете здоровой немножко, где больной выходит. Потому что слива, она много такая бывает. Много стволовая. Обрезьте, пускай растет. По весне или по осени? По весне. До почки какого-то. До почки образования. До почки. Вот. И замазывать. Каждую рану надо замазывать. Даже крошечную. Ну, как, со спичку не надо. Вот. А такую с палец уже надо. Ясно. А макушечку обязательно. Или варом. Или... Сейчас я испытал. Что такое вар? Вар это не специально такой. Продается. Вот. Да, продается. Но сейчас настоящего вара тоже не купишь. А чем тогда? Какая разница? Вот. Попробуй. Я попробовал в этом году. С прививками. С силиконом. Чем? Белый силикон. Пузырек такой. А-а-а. Там берешь на пальчик. Прав? Когда прививаешь. Если закору тоже вокруг. И зеленку тоже помазать. Ну, а когда обрезаешь, еще есть мастика долматовая. Это выдающийся. Изобрел. Такую. Он как зеленка. Или йод. Антисептик на базе там нефтяных продуктов. Но не важно. Его все хвалят. Кто имел дело. Мастика долматовая. Он в Янце Сидзене, по-моему, есть. Так же знаю. Блак мастика. И он помогает от мышей. Ого. Это. Осенью покрасили. Вот на такой высоте. Молодые деревья. Ну да. Молодые деревья. Вот. Съедает все листья. Один госединица. На розах. Розы, цветы, опрышники. Ничего страшного. Но вы это не едите. Ну. Это совсем. Кустовые. Это. Кусты. Это совсем другое дело. Это не деревья. Немножко по-разному. Они размножаются по-разному. Еще. Кружевник. Смородины. Черенкование. А. Подвое. Сейчас модно. Карликовое подвое. Угу. Чтоб деревья такое было. Полукарликовое. Срок жизни карликовом подвое в 6-8 лет. Понятно. Так что в промышленных садах меняют через 8 лет полностью сады. Есть. Там бетонный столб. Шпалеры. Натягивают. И привязывают. Ветер дунул. У них корневая система. Это клоновые подвое. Это. Сажается дерево под уклоном определенного вида. И торфом засыпается. И вот эти прусики просыпаются. Которые под землей. Вот. Они корнем-то обрастают. Но у него никакого семечка нету центрального корня. У него только поверхностные корни. Дождь прошел сильный. У вас это растет. Где-то на ветру. Дождь сильный пошел. Земля мало-макова. Ветер дунул. Они упали. Это уже 6-8 лет. А два раза. Ой. Два года тебе вам дадут по 15 яблоков. И все. И вы забудете. Что такое урожай. Это. Полукорыстные подвое. Ну. До более. 12 лет. Максимум. Потом у них начинается старость. И все такое. А семечковые подвое. Если не привитое дерево. Срок жизни у них до 100 лет. Вот. Груша. Дяблоня. Вот эти. Это вот наши. Да. Наши родные. 100 лет. У них в 70 до 100 лет только старость наступает. Ух ты. Вот. Привитое уменьшает уже срок жизни почти наполовину. Будем считать, что 60 лет. Ну это хватит. А нет. 60 это не 10. Они сейчас все привитые наверное продаются. Мне кажется там. Нет. У меня например есть тесто. Юра. Принес из леса. Одна вообще кислоты нету. Вот. Вера пробовала. Да. Такой нежный. Сладкий вкус. Я ее назвал Санелья 05. Санелья 05. Санелья 05. Санелья 05. А она и крупная. Это дикое яблоко. Надо же. И она не привитая. А как же сорта получали. Сеял тысячу семечек. Из тысячи один два выбирал. Ждал пока заплодоносит. А пылял искусственно. Допустим. Вот. И сеял. Это тупиковый вариант. Зачем это нужно, когда можно привить, и 50 лет вам хватит, чтобы есть эти яблоки, объедение. Абрикосы поменьше живут, это не наша зона. Дай бог, я сейчас посадил 60 шлеп, у меня растут абрикосчики 60 шлеп. На всякий случай я посадил в 5-литровые качки в теплице. Ну вдруг они и перезимуют, посмотрю. Перезимуют десяток, и это будет успех. Конечно, конечно. У меня 2 абрикосы на лыче, привитые, брат из Питера, в Питере еще сложнее, там вообще одни болоты. Из Питера привез. У меня дали поросли лычи. Я думаю, возьму-ка я вот этих жерезовские абрикосы, отрежу весной, а уже абрикосы растет, лель называется, ну мелкие. А почему у меня сдохли абрикосы? И фризы? Да, Питайте. И все, они высыхают. А говорят, вот подмерзло, вот подмерзло, не подмерзло, а высохло. Редко у нас подмерзает, у нас снег лежит, если вот такой снег по колено, там бывает и земля-то не замерзнет. Да, не замерзает, да, осень, ну зима была. Ну, оттепель это тоже, как сейчас, климат меняется. Вот, в этом году, на 5-6-7 мая, в мае было, 4 дня по минус 5. Вот в Калуге у этого, у нас минус 7 у них было, и у него все цветочные почки, абрикосы и персики замерзли. Он привел, готовься, мы в всей деревне приедем. Ну, 100 сортов винограда. Вот осенью, пожалуйста, приезжайте, прямо из горшочка у него виноградик пробуйте и покупайте. А куда ехать-то? Мало Ярославец, 170 километров здесь всего. Ну-ка, Николай скажет. Это близко, это близко, чем вы закажете с открытой корневой системой что-то. У вас это... Прямо толку не могу. Никакого нету. И ехать. Ну, съедим он, с Машей съедить, да, Марк? Обязательно. И абрикосы прямо... Я хочу прибитый на сливу слезчик у него есть и прибитый на сливу абрикосы. Видите, это уже ценный материал. Ну, ладно, Коль, а вот вопрос. Если я с юга привезу абрикос и на сливе привью, будет? Получится у тебя на сливе сразу? Сразу получится. Будет долго скаколить в том году с черешней. Так один прижился. Прижился, правильно, один. Вот теперь пускай эту черешню берет и еще прививает. Так посадили уже это, вишни. Уже высадили, посадили вишни. Вроде живые. Вот не знаю как. Ну, я уже... Через год надо привить. Я в этом году... Взять от этого отрустка. Я по-другому сейчас решил поступать. Я вот набрал кусочек в магазин. Черешни. Абрикосы. А, абрикосы? Да. Вот я их выручу, проращу в теплице. Догоню его. Чтоб можно отрезать и привью на жеренские, которые не боятся мороза. Коля, тебе надо долго жить. Обязательно. Коля, тебе обезет. Ты говоришь, что я с косточки взял, но эти косточки могут быть невызревшие. Проклюнся, проклюнся. Стратификации покажут. Два месяца в погребе постоять в песке. А, с тратификацией. А вот как из косточек расскажи. Да. У каждого, значит, определенного песика в три месяца надо держать в песке. Во влажном песке. Косточку прям положить. Да. Можно много косточек положить. А, куда ты из них? Слоями, чтобы переложить. Стеклянные банки открыть, чтобы не мокрый был песок, а влажный. Также семечки, груш. Я в этом году как помидоры высаживал. Яблонь и груш. Прямо пекировал. Прямо из ложки такой. Они мне все зашли. И я пекировал. Вот. Эти абрикосы я в стаканчике сажу. Скажу. Ну, были ошибки. Я не спорю. Были ошибки. Так, ну что, на два месяца, на три в песке? Да, да. Потом достаете с погреба. Ноль, ноль, плюс два, плюс три. Ну, или в камеру в холодильнюю. Ага. Вот, положите. Все, через два месяца где-то открываете и смотрите. Нет проклюнувших. Поэтому я предлагаю. В один, да, в один слой сажать. И они когда проклюутся, они немножко песочек прибыли. Поднимают. Что им нужно к ним низкой температуры? Обязательно. Любым семенам нужна низкая температура. Нет, подожди. Ты хочешь сказать, что они как, привыкают к нашему климату? Нет, нет. Персикам надо обязательно отрицательную температуру. Иначе они, у них цветки будут бесплоят. Это вообще не опылятся, ничего. Да. Персикам надо 200 часов отрицательную температуру. Абрикосам больше. Это чтобы, понимаете, вот в коске есть там синейная красота, ну знаете, это специально, чтобы они сразу не проросли. Вот она упадет, чтобы осенью не проросла. У них это зарожно. Некоторые кости даже через год. Вот орехи, фундук. Он через год у меня зашел в теплицу. Год пролежал, хоть бы что. А через год зашел. Вот красно-листный. Так и это. Можно сажать просто в ноябре. Много косточек. Ну тысяча косточек. Все вам жалко. Взяли, посеяли вот так вот в грядку. И песочком присыпали. Ни в коем случае не загубляй. Это самая главная ошибка всех наших этих, на 4-5 сантиметров. Корневая ошибка остается там. Вот. Все, он соплеет. То вырезет у вас, чуть порастет и готов. Вот. Поэтому чуть присыпайте. Особенно абрикосы, персики. Косточка должна быть, и сливы тоже самое. Косточка должна быть сверху. Он колешок дает. Потом у них семидойные листочки, как у яблони. У них семидойные листочки появляются. Ну как у помидорчиков, огурчиков. Семидойные листочки. А у косточков нет. У них косточка это. Ой, семидойные листочки как и вместе остаются. А здесь росток появляется. Ну. Я сажать не буду. Я сажать не буду. Я не буду уколиваться. Я так в лесу буду ходить. Помогу, дай бог, там сад останется. Оля, ты долго будешь жить, а мне-то жить немного осталось. Я не буду. А мы там будем, в райском саду работать. Точно. А на рот и картошку посадить. Молодец. Ну-ну-ну, тогда надо жить еще точно. Я тебе там покоя не дам.